Верховная Личность Бога, глава 6. Смерть Путаны По дороге домой Махараджа Нанда размышлял над предупреждением Васудевы о том, что в Гакуле может случиться беда. Свет был, безусловно, дружеским и не мог быть напрасным. Васудева неспроста сказал мне об этом, подумал Нанда. Встревожившись, он стал молить Верховного Господа о защите. Естественно, что в минуту опасности преданный обращается к Кришне, у него нет другого убежища. Когда в опасности оказывается ребенок, его защищает отец или мать. Так и преданный всегда находится под защитой Верховной Личности Бога. И если ему угрожает опасность, он сразу вспоминает о Господе. Люди в невежестве ищут защиты у духов привидений. Либо в иллюзии. Погружаются в интоксикации, в какой образ жизни такого рода. Там еще защиты от каких-то опасностей этого мира, сложностей, тревог. В тамости люди находят прибежище там. Ну, так же они поклоняются призракам и духам, говорит. Если о поклонении говорить, то занимаются черной магией. И взамен там на свою душу как-то они получают защиту. Люди в гоне страсти, они принимают прибежище защиты и ищут у сильных мира всего. У людей, имеющих власть, богатство, влияние. Они служат им и получают покровительство. И чувствуют себя защищенными. Например, сильное государство, хорошая экономика. Ну, и я чувствую себя хорошо. Здравоохранение есть. Это гоне страсти, они все устраивают, чтобы люди себя чувствовали в безопасности. В гоне благости они ищут защиту у полубогов. Специальные яги совершают. Эти яги дают нам почувствовать эту защиту. Но преданный нищий защиты в этих трех аспектах. Он понимает, что это ненадежное убежище. Интактикация, ненадежное убежище. Сильный мир из всего, ну, сегодня, во всяком случае, мы видим так все изменчивое, что тоже ненадежное убежище. Даже политики сильные. Полубоги, сейчас с ними трудно отношения установить. Сложно вообще об этом и говорить. Реально. Нереалистично, непрактично. И люди в... То есть не хватает гоноблагости, чтобы эти отношения иметь. Но те, кто предаются Богу, у них нет этих желаний материальных. И они осознают временность мира, и поэтому обращаются только к Богу, только к Кришне. Поэтому тут и ненадежное убежище. Девы, они искали защиты у Верховной Личности Бога. И так, Васудева дал совет. И здесь момент. И здесь момент. На моментальном уровне. Всем понятно, что лучше не будет, но как-то успокоить можно. Кшатри дает совет практичный и всегда не напрасный. Такого уровня человек слов на ветер не бросает. И Нанда поэтому задумался об этом. Васудева Кшатри к тому же он мой друг И он неспроста мне это сказал, он встревожился Обсудив все со своими советниками-демонами Камса обратился к ведьме Путани Которая владела искусством черной магии И умела самыми жестокими способами умерщвлять маленьких детей Он поручил ей убить всех младенцев в городах, деревнях и на пастбищах Такие ведьмы могут пользоваться черной магией Только в тех местах, где не повторяют и не слушают святые имена Кришны Говорится, что даже там, где святое имя повторяет небрежно Все злые силы ведьмы и злые духи исчезают И это место минуют все невзгоды Тем более это относится к тем местам, где святое имя Кришны повторяют Искренне и сосредоточенно В особенности к Вриндавану, где находился сам Верховный Господь Опасения Нанды объяснялись, конечно же, любовью Кришны На самом деле угрозы со стороны Путаны Несмотря на все ее могущества, угрозы не было Таких ведьм называют Кхичари, что означает «умеющая летать» Этим видом черной магии по-прежнему занимаются некоторые женщины в глухих местах северо-западной Индии Они могут перелетать из одного места на другое Верхом на ветки от поваленного дерева Ураган валит дерево Вот это дерево подходит Можно летать Путана владела искусством черной магии И поэтому в Бхагаватам она названа Кхичари Черная магия — это страшное такое колдовство, которое используют обычно кровь младенцев Или других живых существ Не буду выдаваться подробностей Эти технологии, как они работают Но они работают, черная магия До сих пор магия работает черная Но не всякий рискнет делать то, что делала Путана Это противозаконно Сейчас это под охраной закона А в прошлые времена их очень боялись Если даже убивают эту ведьму, то вам беды не миновать, может быть, самому Как это было с одним мистиком, который занял одну провинцию Где-то под Горицей, что ли, или Бенгалии Бхагдюна Атакур До него слухи дошли Он был как бы мировым судьей той губернии, той области До него дошли слухи, что есть человек Который подражает Кришне Он там в деревне устраивает расалилу по ночам С девушками незамужними и замужними То есть и деревня вся Все деревни боятся его, слушаются Что он читает мысли, этот мистик Он может нанести болезнь на человека, наслать Очень сильный маг Черный Люди стали подозревать, что это недоброе Что это не Кришна на самом деле Что счастье-то никому не приносило его расстатанцы И когда слух дошел до Бхагдюна Атакура Он пошел туда сам, он чистый преданный Пошел, чтобы увидеть этого человека Убедиться самому Аватар или кто это вообще И вот как только он стал приближаться туда Этот человек увидел мистику Он был с большой бородой такой Выглядел, длинные волосы были у него И как только Бхагдюна Атакур Приблился к этому месту Этот человек сразу разгадал Даже по имени назвал его Кедранат он сказал Харибол, приветствую тебя Сразу по имени назвал Читал все Не беспокой меня, пожалуйста, своим законом Я сделаю тебя царем всей Индии Со временем Разгадал все планы Имя все тут же На глазах Бхагдюна Атакур пришел с охраной вооруженной С солдатами туда Солдаты были перепуганы Они побледнели, когда увидели этого Мистика И Бхагдюна Атакур спросил Дал ему вопрос Ключевой Ты такой великий человек Что ты здесь делаешь в глухой деревне? Почему не идешь в Джаганатхапури? Поклониться Господу Джаганахи Все святые, все великие идут туда Аватары, все приходили туда Вот этот человек разоблачил себя сам Перед Бхагдюна Атакуром Он сказал, а что я там буду делать? Там Господь деревянный А я здесь настоящий Ну, по-моему, этот Тамагу наполни Тот, кто не различает материю и дух Как он может быть каким-то аватаром Он сказал солдатам, схватите его Собственно, удалось его схватить И бросили в тюрьму Тюрьма это была такая яма, знаете В земле Под решеткой Индийские тюрьмы Если вы туда загремите, не дай Бог В такие тюрьмы Там до сих пор еще есть такие тюрьмы В некоторых местах, я слышал Где-то уже есть такого западного вида тюрьмы А где-то вот старые такие Еще когда мы ездили в 90-е годах Нас предупреждали, что будьте очень внимательны По поводу там виз, этих всех регистраций Если вас бросили в тюрьму, вы говорите Не представляете, что такое индийская тюрьма Это просто яма И там у вас и туалет, и кухня, и спальня В этой яме, и там скорпионы падают И змеи могут упасть туда Индийская тюрьма, это страшная картина Вот, вы бросили в тюрьму Этот мистик стал насылать черную магию на Бакхимно Токура Заболела вся семья большая Там температура была под 40, держалась стабильно Вся семья Тогда Бакхимно Токур позвал солдат и сказал Идите, он тоже болел Стали выпадать волосы кулаками Там температура поднялась То есть на смерть была магия И он позвал солдата и говорит Идите в эту тюрьму к нему И срежьте ему волосы с головы все Он потеряет свою силу Это обычный мистик Вся их сила шакти в волосах Солдаты сказали Так уж же Очень боимся Смотри, ты святой человек Мы тебе не ровня И тут ты как болеешь Связался с ним Мы точно все умрем И семьи умрут на магию нашлет Мы же не выживем И дети у нас есть Ну пощади нас Дайте мне бритву Сам пошел в тюрьму Спустился Сказал Харея Кришны И стал брить его Вот так вот И все Срезал И через два дня Этот мистик умер в тюрьме Это про черную магию Мы сегодня говорим Но эта Путана была сильнее То есть она пила кровь младенцев И имела огромную силу Тут сейчас показано будет Что она могла делать Путана явилась в Гакулу Где жил Махараджа Нанда Без предупреждения Приняв облик красивой женщины Она вошла в дом матушки Ишоды Она казалась настоящей красавицей Нарядно одетая С пышными ведрами И упругой грудью С серьгами в ушах И цветами в волосах Особенно привлекательной Была ее тонкая талия Ласковые взгляды Путаны Ее пленительная улыбка Очаровали всех жителей Вриндавана Простодушные пастушки Приняли ее за богиню процветания С цветком лотоса в руке Пришедшую во Вриндаван Они решили Что она пришла Чтобы увидеться с Кришной Своим супругом Путана была так красива Что ее никто Не остановил И она беспрепятственно Вошла в дом Махараджи Нанды Путана к тому времени Убившая уже очень много детей Увидела младенца Кришну Лежащего в клайбеле И сразу поняла Что в этом ребенке Таится необычайная сила Которая скрыта Словно огонь Под слоем пепла Путана думала Этот ребенок так могуч Что может в одно мгновение Разрушить всю вселенную Энергетика Как мистик почувствовал энергетику его Нет духовную силу Кришна во всех отношениях могучный В материальном смысле В томском смысле В духовном смысле Абсолютно во всех смыслах Конечно Путана не увидела там Бога Но она увидела Это очень сильная Сильная личность какая-то Воделась Столько силы в нем Что он может усиленно разрушить Она даже обрадовалась Почему? Она подходила к детям И измеряла их силу Думала Вот хорошо Вся эта сила будет моей Я выпиваю ее С жизненной силой С кровью Вся сила переходит К мистику Она обрадовалась Если такой сильный ребенок Мне Мне значит Перестоит быть Очень могущественно Если я эту силу От него получу Так она подумала И при этом Она была очень красива У нее было Достаточно силы Принимать любой облик Очаровала всех Жителей Вриндавана Женщины Вриндавана Подумали Это богиня процветания С лотосом идет Такая красавица Без пропуска Ее пропустили Прямо в дом Махараджинанды Благодаря просто Ее внешности Божественной То, что Путана Это поняла Весьма примечательно Верховная Личность Бога Пребывает в сердце каждого Согласно Бхагавадгити Он надежно Наделяет каждого И необходимым разумом И способностью забывать Путана сразу поняла Что младенец Которого она видит В доме Махараджинанды Сам Верховный Господь Он лежал там В облике младенца Но это не умаляло Его могущество Материалистические теории Об антропоморфности Бога Неверны Никакой человек Даже если он Занимается медитацией Или Свершает аскезу Не может стать Богом Бог всегда Бог Кришна в облике Младенца Так же могущественен Как и в облике Цветущего юноши Согласно философии Майавады Живое существо В прошлом Было Богом Но затем Оказалось В власти Майи Поэтому Приверженцы Этой философии Утверждают Что сейчас Живое существо Не является Богом Но сбросив С себя Покров Майи Оно снова Станет им Однако Такие представления О кровчатых Живых существах Неверны Живые существа Мельчайшие частицы Верховной Личности Бога Мельчайшие частицы Или Искры Изначального огня Искры могут оказаться Во власти Майи А изначальный огонь Кришна нет Он Верховная Личность Бога С первой минуты Своего появления В доме Васудевы И Деваки Как Прупада Выражался Голд Из Голд Год Из Год Золото Есть Золото Бог Есть Бог Откуда Возьмете Золото Только Из золота Бог Есть Бог Совсем Как Маленький Ребенок Кришна Закрыл Глаза Будто Бы Для того Чтобы Не Видеть Лицо Путаны Переды Размышляют Над этим Поступком Кришны И по-разному Объясняют Его Некоторые Считают Что Кришна Закрыл Глаза Потому что Не хотел Видеть Лицо Путаны Которая Убила Стольких Детей И теперь Явилось Убить Его Другие Говорят Что Путана Не решалась Взять Младенца На руки Так как Внутренний Голос Подсказывал Ей Что перед Ней Необычный Ребенок Поэтому Кришна Закрыл Глаза Желая Предаться Передать Ей Уверенности И Подбодрить Ее Третьи Объясняют Это Иначе Кришна Явился Чтобы Уничтожить Демонов И защитить Преданных Как об этом Горица Бхага Детей Кришна Вынужден Убить Ведьму Путану Но поскольку Ведические Писания Запрещают Убивать Женщин Ему Не оставалось Ничего Иного Как закрыть Глаза Как будто Он не видел Женщина Или нежел Младенец Он ничего Не понимает Он не видел Ничего Кого убил Не понял Есть и Другое Толкование Кришна Закрыл Глаза Потому что Принял Путану В качестве Своей Кормилицы Путана Пришла Чтобы дать Кришне Грудь И накормить Своим Молоком Кришна Необыкновенно Милостив Даже Зная О том Что Путана Пришла Чтобы убить Его Он Повел Себя С ней Как С кормилицей Или Матерью Значит Тут Несколько Причин Здесь Перечисляются Почему Кришна Закрыл Глаза Ачария По-разному Трактует Все Эти Толкования Верны Одновременно Все это Можно так Комментировать Из этого Мы выбираем Что-то Главное Что касается Расы И что Касается Расы Интересно Давайте Посмотрим Значит Одно Касается Долга Другое Касается Личного Отношения В той Ситуации И вот Еще Есть Раса Несколько Причин Есть К разным Аспектам Относящиеся Поэтому Трактовки Разные Могут Быть Можно Сказать Что Солдат Убил Врага Потому Что Он Этот Враг Напал Убил Его Друга Увидев Это Солдат Убил Врага Можно Сказать Что Солдат Убил Врага Потому Что Звечает Родину Тоже Верно И Можно Сказать Солдат Убил Врага Потому Что Командование Дало Ему Приказ Убивать Врага Три Причины Одновременно Но К разным Аспектам Жизни Относится Также У Кришны Разные Аспекты Проявления Есть Разные Причины Одного И Того Жи Поступка Когда Он Делает Один Поступок Он Выполняет Сразу Много Много Аспектов Сразу Практически Бесконечно Согласно Ведом У человека Есть Семь Матерей Родная Мать Считаем Жена Учителя Или Духовного Наставника Жена Царя Жена Брамана Корова Кормилица И Мать Земля Поскольку Путана Пришла Чтобы взять Кришну На руки И накормить Он Принял Ее Как Одну Из Своих Матерей Это Считается Еще Одной Причиной По Которой Он Закрыл Глаза Ему Предстояло Убить Мать Или Кормилицу Но Убивает Ли Кришна Свою Мать Кормилицу Или Проявляет Любовь К родной Матери Или Приемной Матери Ишоде Его Действия Одинаково Благотворны Ведок Также Сказано Что Кришна Отнесся К Путане Как Матери И Отвел Ей То же Место Что Ишоде Он Даровал Ей Освобождение Это С позиции Расы Описывается Тут Подчеркивается Вот этот Момент Как Важнейший Момент Он Принял Ее Как Мать Но Как Кришна Принимает Это Удивительно Потому что Он Абсолютно Истинно Он Принимает И Уже Не важно Что Происходит Далее Можем Принять Ребенка А ребенок Умер Все Как же Мы Приняли В сердце Ребенок Родился Мы Приняли Его Он Умер Все Разрыв Болезненный Разрыв Но С Кришной Такого Не Происходит Путана Конечно Будет Убита Но Ее Душа Вернется Кришне Он Принял Ее Это Бог Только Принятие Отвержения Не Существует Он Отвергивает Демоническую Природу А Душу Забрал Называется Смерть Путаны Глава И Путаны Видите Она Очень Хитрая Очень Принимает Различные Облики Ее Относит К Анардхе Лже Гуру Есть Много Лже Гуру В этом Мире Вы Не Представляете Сколько Их Очень Даже Трудно Представить Эту Тему Такая Очень Деликатная Тема Потому Что Даже Даже Если Это Лже Гуру Все Так Они Что То Могут Намек Какой На Истину Поэтому Их Сложно Критиковать Так Вот Сразу Всех Поэтому Не Неизвестно Сколько Лже Гуру Вообще В мире Которые Делают Вид Притворяются Причем Это Очень Тонкие Формы Притворства Существует Воображаемое Притворство Они Сам Могут Убеждены Что Они Воплощение Гуру В Инде Таких Людей Очень Много В России Было Очень Много Когда Начинало Развиваться Сознание Кришны Было Очень Много Таких Людей Тоже Под впечатлением Вот этой Духовности Люди На воображение Полагаясь Многие Чувствовали себя Мессией Или Аватаром Или что-то еще В этом духе Многие Это было Очень часто Явление Всегда Когда Вот есть Возрождение Какое-то Духовности На этой Почве Много Есть Подражательства Имитации Если Посмотреть Посмотреть Историю Пророка Мухаммеда После Его Ухода Появилось Были Десятки Лжепророков Он Вдохновил Многих Лжепророков И Одна из Самых Сильных Была Это Женщина Была Колдунья Местичка Мне тоже Присоединились Многие Армии К ней Присоединились Она Убедила Всех Что Она Пророк Также Продолжая Эту Миссию Она Потом Была Разбита Эта Армия Куда-то Сбежала Что-то Много Было Подражательств Поэтому Когда Мы Говорим О Кришне И Люди Начинают Верить В Кришну Также Это Выразится В том Что Будут Какие-то Имитации Люди Будут Считать Себя Богом Многие Вот И тогда Мы Спрашиваем Таких Людей Покажите Вселенскую Форму Предъявите Визитную Карточку Документ Документ Это Вселенская Форма Вы Бог Показывайте С Когда-то В конце Восьмидесятых Годов У меня Была Бхага Вадгита Этот Человек С удочкой Шел На Неву Бородатый Я говорю Это Книга О Боге Так Я Сам Бог Я Говорю Покажите Вселенскую Форму Я Первый Раз Такой Я Думал Такого Не Бывает Люди Разумные Все В конце Концов Не Может Сумасшедшие Будут Какие-то Там Единицы Но Тут Я Столкнулся Человек Вроде Б Нормальный Я Бог Нет По-моему Я Тогда Ему Не Сказал Про Вселенскую Форму Я Сам Не Знал Ничего Но Пошел Суточкой На Неву Ловить Рыбу Божественные Игр Проявлять И Вот Когда Маленький Кришна Закрыл Глаза Путана Взяла Его На Руки То Она Почувствовала Смелость Решительность Она Не Знала Что Держит В руках Алистворенную Смерть Если Человек Принимает Змею За веревку Он Гибнет То же Случилось Самое С Путаной До того Как Путана Увидела Кришну Она Убила Множество Детей По ошибке Она Приняла Его За Обычного Ребенка Однако На этот раз Она Держала В руках Змею В кавычках Которая Должна Была Очень Скоро Убить Ее Вот Путана Перепутала Все Тут Она Свешила Ошибку Когда Путана Взяла Кришну На руки Рядом Стояли Ешода И Рахини Но Так как Путана Была Очень Красиво Одета И Казалось Испытывала К ребенку Материнские Чувства Женщины Не остановили Ее Они Не знали Что Путана Подобно Мечу В ножнах С дорогой Отделкой Путана И на глазах Молоко Должно Исчезнуть Тогда Это Йог Можете Не сомневаться Если он пьет Как все Не Не Квалифициров И Может Летать Используя силу Голубей Также Перемещаться В пространстве Но если Перемещаться На очень Далекие Пространства Внеземные Нужно В Гангу Опуститься И вот По тонкой Ганге Можно подняться Даже на другие Планеты Очень быстро За одно Мгновение Никаких Костомических Кораблей Признак Этого Вы увидите Что у этого Мистика Который Появился Вдруг Мокрые Волосы Он только Что Вышел Из потока Ганги Она надеялась Что как только Кришна Возьмет У нее Грудь Он сразу Умрет Но Младенец Кришна С яростью Впился В сосок С яростью Впился В сосок И вместе С отравленным Молоком Выпил Саму Жизнь Демоницы Все было Наоборот Он высосал Иными словами Кришна Высосал Молоко Из груди Путаны И одновременно Убил ее Высосав Ее жизнь Кришна Очень милостив Поскольку Ведьма Путана Пришла Чтобы Накормить Его Своим Молоком Он Исполнил Ее Желание И принял Ее Как Свою Мать Но Чтобы Положить Конец Ее Злодеяниям Он Мгновенно Убил Путану А поскольку Путана Была убита Кришной Она Получила Освобождение Когда Кришна С огромной Силой Сжал Ее грудь И стал Высасывать Из ведьмы Ее жизненный Воздух Путана Упала На землю Раскинув Руки И ноги Закричала О дитя Отпусти 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 Жи меня Она кричала Очень громко Вся обливаясь Потом То есть Жизненная сила Выходит Очень болезненно Из тела Умирая Она И спустила Страшный Вопль Который Разнесся По небу И земле Достиг Высших И низших Планет И людям Показалось Будто Грянул Гром Так Пришел Конец Злодеяниям Путаны И она Приняла Свой Истинный Облик Громадной Ведьмы Путана Развинула Свой чудовищный Рот Раскинула Руки И ноги Она Рухнула Точно Так же Как Рухнул Вритра Сура Когда Индра Сразил Его Своей Громовой Стрелой Ее Длинные Волосы Разметались Ее Огромное Тело Падая Повалило Все Деревья На протяжении 20 Км 20 Км Тело Было Примерно Ее Громадное Тело Путана Привело Людей В изумление И трепет Ее Зубы Были Похожи На Лемех И плуга А Ноздри Как Нагорные Пещеры Груди Напоминали Небольшие Холмы Волосы Походили На кусты С красной Листвой Глазницы Оказались Бездонными Колодцами А бедра Берегами Реки Руки Были Похожи На два Крепких Моста Животно Высохшее Озеро Все Пастухи Их Жены Со страхом И изумлением Смотрели На Путану Грохот Ее Падение Оглушил Их Заставил Учащенно Биться Их Сердца Вот Такой Гигант Еще Пять тысяч Лет Назад Такие Демоны Водились На земле Жили Одна Из них Только Демонов Было Много В то Время Почему Кришна Пришел На планету Не Справлялись Добрые Силы Не Справлялись Демоны Были Сильнее Одна Такая Демоница С ней Ничего Не Сделаешь Знает Законы Природы С ней Ничего Не Сделаешь И Кришна Сам Пришел Чтобы Некоторых Уничтожить Лично Других Через Арджуну Он Убивал Пхимасен Убил Джарасандху Допустим Не Без Помощи Кришне Все Это Было Косвенно Но Каких Демонов Должен Убить Сам Своими Руками И Вот Она Рухнула На Землю В районе 20 Км Когда Гопи Увидели Что Маленький Кришна Бесстрашно Играет На груди Путаны Не Сразу Подбежали И Взяли Его На Руки И Шодор Ахин И Другие Старшие Гопи Тут же Стали Совершать Очистительный Обряд Они Несколько Раз Обошли Вокруг Кришны Обмахивая Его Кисточкой Коровьего Хвоста Это Очистительный Обряд Затем Омыли Его Коровьей Мочой И Обсыпали Пылью Поднятой Копытами Коров Все Это Делалось Для Того Чтобы Уберечь Маленького Кришну От Всех Опасностей И Несчастья В Будущем Этот Обряд Подтверждает Какую Важную Роль Играют Коровы В Жизни Семьи Человеческого Общества И Всех Живых Существ Трансцендентное Тело Кришны Не нуждается В защите Но В знак Того Что Коровы Коровы Имеет Особое Значение Для Жизни Человека Господа Обмазали Коровьим Навозом Омыли Коровьей Мочой И Обсыпали Пылью Поднятой Копытами Коров Вот так Поклонились Кришне Видите Навозом Коровы Мочой Коровы Пылью Из-под Копыт Коров Все Духи Сразу Улетают Все Чисто Становится Духи Не переносят Этого Поэтому Если у кого-то Духи Прямо По шею В коровьей Навоз Можно Так делают В гашалах Где много Коровьей Навоза А если Человек Уже Там Одержим Трудно Прямо По шею Зарывают В навоз Коровьей Он там Сидит И Помогает Мы Сделаем Так Пока Мало Коровьей Навоза Но В будущем Мы Накопим Коровьей Навоза Мы Всех По очереди Будем туда Погружать Это Для будущего Очень хорошо Здесь Говорится Знаете Много Дури В голове Это Поможет Тоже Но Много Самомнения Когда Вы В дерьме По шею Самомнения Не будет Много Понимаете У нас Много Самомнения От Прошлой Жизни Еще Осталось Какое-то Мы Помним Свои Победы Свои Поражения Мы Думаем О себе Понимаете На основании Того Пота Вот Прям Навоз Можно Я Обмазывался Уже Очень Помогает Правда И Ложное Эго Меняется И Много Что Меняется В человеке Так что Рекомендую Вообще Корова Конечно Очень Важна Для Жизни Человека Сейчас Правда Это Большие Трудности Связаны С С Содержанием Коров Но Это Было Колоссально Если Мы Могли Освоить Как-то Со Временем Такое Хозяйство Для Это Нужна Конечно Земля Что Были Пастбища Их Нужно Кормить Нужно Подниматься Рано Идти В Коровник То есть Это Определенная Аскеза Как-то Я пошел За молоком Это Было На Сахалине Еще А Мы Уже Были В сознании Кришны Пошли За молоком Мак Нас Послала Ну Я Там Знаю Я Там Жил Я Пошел Участника Брать Молоко Там Молоко Потрясающее Наверное Самое вкусное Молоко Которое Пил Северо Сахалинское Там Трава Потому что Могущественная Там Трава Ну Это Сахалин Там Выше Человеческий Рост Трава Лопухи Такие Растут А Деревья Маленькие Там Полутундра Такая Непонятно Что В общем Сахалин Такое Место И молоко Там Отменное И мы Увидели Женщину Которая Молоко Продает Стеклянные Баллоны У нее Банки И Горченко С ней Заговорила Что Ваша Корова Да Моя Корова Держим Такая Простая Женщина Знаете Такое Чистое Лицо И Выражение Лица Отличающиеся От Других Женщин Конечно Женщин Что Она Заботится О Корове На Ней Печать Какого-то Света Такая Внутреннего И Такая Умиротворенная Внутри Она Уже Устали С этой Коровой Устали Это Каждый День Нужно Подниматься Наверное Продадим Ее Помню Как Горченко Сказала Не Продавайте Корову Она Так Посмотрела Говорит Ну Хорошо Не Будем Продавать Она Увидела Не Продавайте Корову Не Продавайте Корову Ну Лучше Продать Мне Кажется Накрасить Губы Кобыки Одеть Зачем Корову Столько Времени Для Чувственных Наслаждений Освобождается Правда Не Продавайте Корову Нужно Написать Плакат Содержите Коров Не Ленитесь Это Очень Хорошо Для Будущего Совершив Очистительные Обряды Гопи Во главе С Ешодой Рахини Стали Повторять Именно Вишну Чтобы Защитить Тело Кришны От Злых Сил Вот Сначала Корова Потому что Кришна Любит Коров Потом Именно Вишну Женщины Вымыли Руки И ноги Трижды Отпили Воды Как того Требуют Ритуал Перечтение Мантры После Этого Они Стали Говорить Дорогой Кришна Дохранит Господь Известный Под Именно Твои Ноги Дохранит Господь Маниман Твои Колени Пусть Господь Ягья Хранит Твои Бедра А Господь Отчуда Сочти Твое Тело Выше Пояса Дохранит Господь Хаягрива Твой Живот Дохранит Господь Кешва Твое Сердце Дохранит Господь Иша Твою Грудь Дохранит Господь Сурья Твою шею, да хранит Господь Вишну Твои руки, да хранит Господь Урукрама Твое лицо, да хранит Господь Ишвара Твою голову, пусть Господь Чакра Тхара защитит Тебя спереди, а Господь Гададхара сзади, пусть Господь Матусудана, держащий в руке лук, защитит Твой правый Бог, а Господь Агья, Твой, нет, Аджана, Твой левый Бог, Пусть Господь Уругая своей раковиной защитит Тебя со всех сторон, пусть Господь Упендра защитит Тебя сверху, пусть Господь Таркша защитит Тебя на земле, пусть Господь Халадхара защитит Тебя со всех сторон, да хранит Господь Хриши Кеши Твои чувства, да хранит Господь Нарайна Твой жизненный воздух, да хранит Нарайна Господь Швета Двипы Твое сознание. Дохранит Господь Егешвора твой ум Дохранит Господь Рични Гарпа твой разум И дохранит Бог Верховная Личность Твою душу Когда ты играешь, пусть защитит Тебя со всех сторон Господь Гавинда Когда ты спишь Пусть оградит тебя от всех опасностей Господь Мадаван Когда ты ходишь Пусть Господь Вайкунти охраняет тебя от падения Когда ты сидишь Дохранит тебя Господь Нарайена Когда ты ешь, да хранит тебя Господь, владыка всех жертвоприношений. Это означает, что у нас со всех этих сторон опасности. В таком мире мы живем. Но ничего, жить можно. Немножко денег накопить, построить домик, жить можно. А на самом деле опасности со всех сторон. Итак, здесь мы остановимся. Затем продолжим. Сейчас у нас с Шемен-Багаватом.